Еще одна задача с Олимпиады Лобачевского 2019, тоже которую я посмотрел и довольно быстро решил Но там есть одна тонкость Я ее решил, а потом понял, что оно у меня, это решение, не полное Но так как за него организаторы давали полный балл за то решение, которое я сейчас изложу Они сами его привели То я его изложу, а потом объясню, почему оно не является полным Вот такой вот прикол Итак, есть два тела, одно и другое Они абсолютно одинаковые Но температура у них разная У одного температура тело равно нулю У другого двенадцатый градусов Вопрос, можно ли, разрезая на куски вот это тело И прикладывая, соответственно, к тому Нагреть то тело до шестидесяти градусов Первое, что у меня было, вот первое соображение, что что за бред Ну ясно, что средняя температура, то все равно сорок пять Ну и тогда, значит, соответственно, выше сорока пяти его нельзя загнать Это неправда Вот красота этой задачи в том, что это неправда Можно выше сорока пяти, попробуйте вначале пополам разделить, приложить И потом следующую половину Но Оказывается, что ответ все-таки нельзя до шестидесяти градусов его нагреть Там есть некоторая граница, которой перейти невозможно Ну давайте, собственно, решать Исходя из, ну, законов физики Которые, впрочем, каждый, наверное, из нас мог бы вывести сам Ну, просто по смыслу Вот если я разрезал на части М1, М2 и так далее МК А это, ну, пусть эта масса равна единице Тогда, соответственно, сумма вот этих всех тоже равна единице То есть у меня есть, как бы, способ на какое-то произвольное количество частей разделить это тело И прикладывать одно за другим Нагревая, соответственно, наше Вот Ну, вот что тогда происходит Вот я беру тело массы М1 И прикладываю его сюда Какую массу будет иметь это тело теперь? Ну, довольно понятно, что усредненную, как бы, температуру будет иметь Усредненную с весами масс То есть в знаменателе будет сумма массы этого тела и вот этого тела маленького А здесь будет, соответственно, температура, но она была равна нулю Умножить на массу этого тела Плюс температура, обозначим, 90 градусов за Т На массу этого тела Вот То есть ТМ1 плюс 0 на 1 делить на 1 плюс М1 Ну, а это можно записать, в свою очередь, как То есть, значит, нулевое было равно нулю Т1 Температура после прикладывания первого куска будет равна ТМ1 делить на 1 плюс М1 Пока непонятно, как это обобщить, когда я буду прикладывать еще какие-то куски Но, чтобы это понять, надо сделать некоторую манипуляцию Надо записать это как Т умножить на 1 минус 1 делить на 1 плюс М1 И вот в таком виде сейчас мы увидим, как допускается дальнейшее, так сказать, обобщение То есть, это формула после одного куска А мне нужна формула после произвольного количества кусков Вот, значит, что происходит дальше? Дальше я тело вот с этой температурой массы единицы Соединяю с телом вот такой температуры массы М2 То есть, вот это вот я второй кусок потащил к этому телу Но у этого тела температура уже вот такая Значит, вот это умножается на единицу Вот это на М2 и делится на 1 плюс М2 Ну и опять здесь, значит, что надо здесь понять? Что при выносе Т за скобки То есть, это вопрос просто преобразования Выносим Т за скобки Давайте, я даже не буду так уж очень подробно Тут получается 1 плюс М2 Минус 1 делить на 1 плюс М1 И все это делить на 1 плюс М2 Ну и вот оно, пожалуйста, вам Вот здесь и здесь как бы оно сокращается И попадает снова в этот же знаменатель А здесь единица То есть, это Т на 1 минус 1 Делить на 1 плюс М1 Умножить на 1 плюс М2 Ну, те, кто как бы сами решали эту задачу Те, безусловно, сами доведут индукцию до того, что я сейчас напишу Кто не решал, ну, я здесь не буду прям совсем уже в деталях Мы же никогда не делаем сверх детально В общем, ответ такой, что после прикладывания всех кусков Тут просто удлинится вот эта скобка до 1 плюс МК Вот, а теперь, внимание Нам нужно это вот как можно выше поднять А какие у нас есть инструменты Инструменты, это вот эти М1 и так далее То есть, сумма вот этих равна 1 То есть, у меня получается такая задача Максимизация Ну, и, как бы, вот эта исходная Т 12 градусов Здесь совершенно, как бы, не по существу Да Мы просто максимизируем вот такое вот выражение Ну, и, опять же, максимум вот такого выражения То же самое, что минимум того, что мы вычитаем Или что то же самое максимум того, что написано здесь То есть, максимум можно просто оставить Вот это выражение Которое было в знаменателе вычитаемой дроби И вот решать такую задачу Ну, что Понятно, да Дальше мы заменяем такое ограничение На то, что сумма вот таких вот Равна 1 плюс К Где их К штук Вот Ну, то есть, максимум произведения нескольких чисел При фиксированной сумме Ну, это, извините, это мы знаем, да То есть, все они должны одинаково иметь размер Значит, соответственно, если у меня К кусков Если К кусков То все по одной К И все Массы Ну, тогда что у меня получается? Что температуру я поднял до 90 градусов Умножить на 1 Минус 1 Делить на 1 плюс 1 К В степени К Ага Что это такое? Если я буду разрезать все больше и больше, да? Я буду все больше частей получать У этого выражения все равно есть верхний предел Вы можете прыгать сколько угодно Но выше Выше константы Эллера вы не подпрыгнете Вот, это меньше чем Е Ну и в пределе, собственно, вы можете Если вы разрежете на миллионы частей, да? Вы получите 1 минус 1 дедит на Е Но не более того Поэтому Вот так можно сделать Но это меньше 60 градусов Это 57, что ли Что-то в этом духе Вот Вот такая красивая задача А теперь Внимание Решение не полное Почему? А вот он же кто сказал Что нужно именно так делать Почему я должен разрезать это тело И последствием Ну, как бы, этими кусками Его греть Почему я не могу вначале Те куски как-то между собой Вот я взял первый кусок Погрел Об него Большое Второе тело Потом отправил обратно Подогрел немножко С помощью него Другой какой-то из кусков То есть охладил Другой кусок Из этого Снова туда перетащил Что-то стал Снова греть То есть на самом деле Дьявол прячется в деталях Надо доказать Что это все совершенно не важно Что все равно Ну, как бы Получается у меня Та же самая граница Что Но там будут уже Гигантские совершенно выражения Честно говоря Я не знаю Как быстро это объяснить То есть интуитивно Совершенно ясно Что это ничего не даст Но вот как это математически Объяснить Я не знаю Не знаю Интересно Кто-нибудь в решении Об этом рассуждал Или нет Это я спрошу у Эдика Вот так вот Но остальные задачи Я пока не решил Так вот Снова